Целовалась ли ты когда-нибудь с девочкой? Ну, мне пришлось его бросить. Мы встречались в 5 лет. Ну, бывают такие ситуации, что я забываю, а я стою голая. Да, ты честила? Родители не знают. Мама, вы кричайки. Ты когда-нибудь напивалась в хлам так, чтобы валяться? Я думаю, вот сука, поймала ребенка. Отрыгнула, например, там, не знаю, высморкалась. Фу, прыщавая мразь. Это очень сильно убивало. Предлагали ли интим за деньги? Был один хейтер, который написал мне на почту. Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей и уже вам знакомая Елена Нескви. Та-дам! Мы на самом деле с ней недавно познакомились, и я уже давно хотела снять видео. Да, было-не было или да-нет. В общем, мне хочется узнать Лену побольше, поближе. Ну, соответственно, а себе тоже рассказать что-нибудь. И мы подготовили друг для друга вопросы, которые заранее не знаем. Будем отвечать на них либо да, либо нет. Ну, типа, было-не было, но у нас будет да-нет. Вот. И будем рассказывать сопутствующие истории, связанные с этими вопросами. Ты мне каверзные вопросы подготовила? Ну, такое. Но строчила там 10 вопросов. Но строчила, да. Сейчас я там все. Я все из нее вытрасну. Все. Так, я надеюсь, ты не будешь спрашивать моего настоящего ребенка. Нет, я уже знаю. И где мой муж? Первый вопрос. Целовалась ли ты когда-нибудь с девочкой? Да. Можем повторить. Можем повторить. Я могу доказать. Ну, давай, рассказывай. Как это было? Давай, рассказывай. Вот, перейдет вперед, да, у меня? Да. Я целовалась давно со своей подружкой. Она у меня такая и нашим, и вашим. Короче, ей все время хотелось экспериментировать. И вот, по большей части, со мной. Ну, мы по пьяни где-то целовались в клубе, в туалете. Нам было по 16 лет. Сколько было? А, 16 было. Да. После этого я не повторяла, потому что, ну, это, короче, не мое. Так же целаться не будем. О, ладно. А мне было 7 лет. 7? А ты прозрадница маленькая. 7 лет. Нам было интересно, каково это. Ну, нам не очень понравилось, и с тех пор я не практиковалась. ТП, я вспомнила. Я тоже все. Не все. Ну, это школа. Школа, да, школа. Первый, второй класс. Первый, второй класс, да. Я с Кристинкой целовалась. Это которая Крис? О, привет, я тебя тоже знаю. Со скромняшкой Крис целовалась. Крис, ты помнишь, как мы целовались? Мы даже играли, да, в отношения, там, все дела, там. Да, е-мое. Целая семья у нас была. Вот это да, вот этот вопрос. Сейчас Кристина там краснеет, наверное, думает. Да, зачем ты сказала? Так, давай ты вопрос, давай ты вопрос. Ходишь ли ты голой перед окнами или по дому вообще? Когда ты одна или не одна, расскажи мне. Расскажи мне. Мне такая, давай ты. Да. Давай расскажи, расскажи, как ты ходишь по дому. Ну, просто снимаю все, что мне не нужно. И прям становишься перед окном такая. Ну, не прям перед окном. И ходишь от одного. Я не закрываю штор. Ну, видишь, видишь, мне жалко, что. Ты вообще на первом этаже живешь. У тебя нету штор. Не, они есть, просто их коты дерут, я их выбираю. Ну, видят, ну что ж теперь. Ну, что, зря хотела, что, зря велик хочу. Молодец. На самом деле, правильная позиция. Но я немножко стремаюсь. Ну, ты живешь с мужчиной. Все хорошо. У тебя есть защитник, да? У меня пока что мой защитник растет. Вот. И пока что я временно не могу. Хотя, я думаю, что любимый мне вряд ли. Я расскажу, что он скажет, оденься, закрой шторы. Он на меня такой ревнует. Не ревнует, кстати, а твой? Ревнует, наускрывает. Такой, закрывает. Не смотрите. Ты хоть что встала к окна вот этих? Подожди, но это не сразу же там мужик какой-нибудь будет смотреть? Или может быть, он даже еще что-нибудь делать? Не, не типа, знаешь, я когда вижу, что, ну, в смысле, я даже не думаю об этом. Я там просто прохожу перед окном, смотрю, я голая. Ой, блин, надо как-то, ну, уйти. То есть я не специально смотрю. Это что она раскрывает? Вот, смотрите. Да, мы вот расстроены. То есть если это происходит, ну, я такая, оп, так немножко задвину, и все. То есть, ну, бывают такие ситуации, что я забываю, я стою голая. Ну, у меня тоже такое бывает, и на самом деле бывает. Ну, у меня сейчас высокий этаж, я могу себе позволить, как бы, ходить. И тем не менее, мне все время кажется, что за мной кто-то подглядывает. Там где-то из лесу, где-то там за лесом есть опушка. И там смотрят именно на мою квартиру. Да, да, да. Вот. Ну, так я люблю, да, по дому погонять. Особенно, когда жарко или после души только вышло. Да, ну, а будет вы, вы ходите голые или нет? Да, напишите, кстати, ходите ли вы голые, и кто целовался с девочками. Вообще сейчас все вопросы, мне будет, кстати, важно и интересно узнать, что делали вы, и что у вас был за опыт. Тоже вас немного узнаю. Вообще, что за аудитория у меня. А то, может, вы такие, ничего не делали, и скажете, боже, кого мы смотрим и отписываемся, да. Так, ты когда-нибудь бросала парней? Да. Здравствуйте, грустно стало. Здравствуйте, такие все прям стервы. Стервы, да. Ты что, стерва? Ты смотрела мои курсы стервологии? Нет, ну я посмотрю обязательно. Да тебе не надо, по-моему. Ты все знаешь. Ну вот, давай рассказывай. Я бросала много раз. В принципе, я всех всегда бросала, да. Но не потому, что там они такие хорошие одуванчики, я такая бросила, я такая сука. Нет, просто они уже охренели, оборзели, у меня терпения много, но в итоге я бросаю. Но большинство парней разбитые сердцем, потому что они бы не хотели, чтобы я их бросала. Но они ничего поменять не могли, миллионы зарабатывать не могли, умненькими классниками стать не могли, поэтому... Все, поэтому ты стала сама умненькая классника, а не до свидули, с разбитыми сердцами. А ты что, ты как разбилась? У меня не было опыта супер раздавания сердцем, у меня был молодой человек, я поняла, что он никуда не хочет расти дальше. Ну и мне пришлось его бросить, мы встречались по-другому. Пять лет? Не жалеешь? Нет. Была первая любовь. Ах, как ты смогла? Многие ж не могли. Я очень плакала, я до сих пор была, вспоминаю платье. Но так было лучше для него и для меня. Разбитие сердца. Так ты не стерла, сама сердце разбила. Сама разбила. Зато ты сейчас выросла. А вот ты себе разбивала сердце? Когда ты понимала, я его люблю, допустим, на такой момент, да, но я его лучше оставлю, чтобы было лучше, потому что отношения никуда не заводят. Они в тупике. Или просто они все были козлами? Нет, было такое, да, было такое, что я рассталась с парнем, ну как бы чувства к нему были, но просто он был дурак дураком, и тут ничего не попишешь. Я уходила от него, любя, да, но не хотела быть с ним, это не мой вариант вообще. Ой, да что-то расплакать. Что-то завидел, куда-то не дошло. А мне не хочется плакать вообще, он живет сейчас своей жизнью, вроде девушка и жена, и я счастлива, рада, что у него все хорошо. Как ты интересуешься. А я случайно увидела, я не интересовалась. Ну у нас очень много общих знакомых. Я интересуюсь. Ты интересуешься? Я интересуюсь. Предлагали ли интим за деньги? Расскажи. Предлагали. Ой. Ну мне все скромно. Тебе не предлагали интим за деньги? Нет, просто, говорит, скинь фотки, допустим, и все, без денег. Вот сволочи, да? Вообще, давай расскажем. Мне предлагали, потому что у меня есть видео, модельный бизнес в Москве, я же 10 лет в Москве продала, ты знаешь? Нет. Вот, вообще, ты обо мне ничего не знаешь. Ну вот, теперь узнаю, да, давай. Да, 10 лет я прожила в Москве, 3 года только в Ростове живу. И модельный бизнес, то есть все это время красной нитью был пронизан. И, конечно же, в модельном бизнесе я рассказывала, что могут поступать многие предложения разные, разнообразные. Ну, только мы сами все худейственники нашей жизни, поэтому сами выбираем. Предложений таких было море. Это Москва, детка. Если ты мне должна была сказать, детка. Если, особенно, ты живешь где-то в центре, тусуешься в клубах, и как бы с людьми общаешься, там, звезды, не звезды. Имеешь какую-то такую внешность более-менее строго. Да, 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 я все равно. То все, предложение будет сыпаться. А сколько вот сумму предлагали, то есть не секрет? Сейчас можно? Я даже не спрашивала, сколько, прикинь. То есть ты даже не интересовалась? Такие, даже спрашивали, я такая, а сколько? А, подожди, да, сколько, сколько, да. Нет, я не интересовалась, сколько, но, в принципе, мы же с девчонками общаемся, кому, что, как предлагаем, в принципе, да разные абсолютно цены, мне кажется. То есть от и до. Цены на девушек. Цены разные, от и до. Да я, а сколько, подожди, передач у нас разных, пусть говорят. Тут уже можно, мне кажется... За рекламу не платили, не говорим. Можно прицениться уже, в общем-то. Да, давай, давай. Че почем. Давай. А тебе интересно? Че пойдем, ну, мало ли. Мало ли жизнь так будет. Дотянется, как-то. Так, ты когда-нибудь воровала? Че ты украла? Швачку хуба-буба. Когда? Меня поймали. Родители не знают. Мама, вы укричай. Реально. А где? У нас, когда мне было лет 13, нет, меньше, 12, наверное, было модно испытывать такое чувство, как экстрим. Заходишь в магазин, и вот сюда кладешь вот. И я не умею, я не умею списывать, не умею как бы врать, и все такое. И получается, я как дура, у меня руки тряслись, я взяла жвачку на входе, положила сюда. И на входе взяла такую же и купила ее. А вторая была здесь. И у меня говорят, девочка пройдет. Они увидели просто. Да, слез было морем. А вообще, ты очень технично все сделала. Молодец. Лайк тебе за это. Вот, да. Родители не знают. Я наврала, сказала на тот адрес, там такой лайфхак. Адресный тот говорит, что я подвозит просто с ментовки. Ох, иди. Ну, меня не делали там личное дело. Это такая вот история. Маленькая. Но я тоже воровала, когда именно была маленькая. Ты после этого еще воровала что-нибудь? Нет. Я уже все, внутри такой осадочек. Нет, ворую. Мама не знает. Но охранники ходят, капец, за нарусную. Как будто я так выгляжу, как будто я вообще сейчас все ворую. Мне кажется, ты сразу вас вспоминаешь с историей, а не чувствуется. Начинает зато покатить. Да, давай расскажи. Я, да, я была маленькая, и наш средний брат, мой не младший, а мой средний брат, учил нас, да, воровать конфеты на рынке. И мы очень много жвачек, конфет воровали. И при этом дома было все? Нет, не было. Мы потом и воровали, потому что ничего не было. Да, потребности. Мы хотели конфеты. Учитель начальника. Да, ну, как бы, нет, я не помню, что половили. Что-то кто-то поймал, когда я бежала, кто-то поймал. Я думаю, вот, сука, поймала ребенка. Вот, и еще я помню, что я ворвала деньги у мамы, за что очень клево получила, и после этого она отбила. Мама, выключай видео. Она знает, она меня рвала. Она меня конкретно рвала. Вот это раз вы их. На конфеты. А, то есть все. Это мы были маленькие. Ну, теперь ты кушаешь конфеты? Сейчас я ем все и зарабатываю хорошо, и не ворую вообще. Это мой принцип жизни. Нет, ну вообще, кушаешь теперь конфеты или все такое уже? Или отражение такое, да. Переела, наворовала конфеты. Не карамельки, хоть шоколадные. Да все ем. Нет, а воровала карамельки. А воровала, а что с краю лежала? Ну, знаешь, как воровали? Мы вот так подходили, типа, вот так вот держали руку, да. А у нас рынки, ну, рынок, вот здесь конфеты. И ты просто, ты спрашиваешь, типа, а почем там конфетка? А вот здесь берешь просто... Ничего себе, какая рабочая схема. Все, все записали. Да. Снечего, бдился. Все детки записали. Была ли неловкая ситуация при съемке влога, когда люди реагировали неадекватно? Допустим, врывались к себе в кадр там, или, хей, блогер, там, ла-ла-ла, расскажи. Расскажи. У меня не было. Потому что я влоги почти не снимаю. Из-за этого, собственно говоря. А, да, я видела, что ты влоги не снимаешь. Да, давай расскажи. Было такое, ну не так, чтобы прям очень неадекватно, но врывались в кадры. Ну, дети мы не считаем, дети это нормально для них. А вот взрослые парни бывало что-нибудь скажут, влезут, привет передадут. Я такая останавливаюсь, жду, пока они там пройдут. Кто-то кривлялся. Девка одна факт показала. Вот так вот я иду, ну снимаю свое-свое что-то в торговом центре, она проходит мимо, и там где-то такая... На тебе показали в камеру? В камеру. С подпишечником твоим. Я даже еще и привитывала. Это смешно. Это смешно. Я так сказала, ты до сих пор вот в Америке такого нет. Вот, не знаю, это нежелательно, я так думала, что такого там нет. Да нету, это нормально. Это нормально, это здесь как дикие. Потому что настолько начинается блогерство, девчонки. Блогерство только начинается. Ты когда-нибудь напивалась в хлам так, чтобы валяться? Я не пью. Я вообще ни разу не пила алкоголь. Серьезно? Серьезно. Вообще ни разу. И поэтому я не пью. Позвони. Пусть возьмем. Выпечу. Сейчас, Лен. Я буду первая. Поэтому мы будем слушать Селену. Я готова послушать эту веселую историю. Я напивалась в хлам, чтобы валяться. Это было только один раз в жизни. В первый раз, когда я напилась. В 16 лет. В 16 лет, Лена, тебе уже 23 года. Я уже опусти... Все раскрыла, да. Да, в 16 лет я напилась. Я же не знала, сколько надо пить. Я пила сидр тогда. И помню, что я спотыкнулась немножечко и просто покатилась в белой своей только что постиранной куртке. И покатилась по лестнице. И меня поймал парень, там, друг моего брата. Еще воспользовался моей слабостью, поцеловал меня. Я ему влюбила пощечину. Потом я его жестко гнобила, потому что он мне не нравился. Он был младше меня. Ё-мо-я, младше. Младше вообще. Ё-мо-я. О, следующий вопрос. Было ли у тебя... Это я еще придумала. Было ли у тебя парень младше тебя? У меня нет. Да, был парень младше меня. И всегда они практически все младше меня. Вот, были. Были. Очень молодо выглядит. Потому что она вообще маленькая девочка. Она вообще хрупкая в жизни. Очень маленькая и хрупкая. Да. Ну, вообще, чем старше девушка становится, я замечаю, тем младше она себе, ребят, выбирает. Особенно, если она хочет... Ты про Аллу Пугачеву сейчас? Экшены. Да, я понимаю прекрасно. Аллу Пугачеву и многих других. Особенно девчонки, которые ухаживают за собой, красивые. Ребятам нравятся умные, мудрые женщины, которые знают, как все вести. С наобласть уже, да. Как выглядят. Они умеют играть чувствами. Это интрига, это все клево. Вот. А нам, взрослым женщинам, нравятся молодые. Почему? Потому что в них течет энергия. Они умеют любить беззаботно. Вот так вот, да? Да, вот любят. Это, ну, дарит эмоции. Вот. Ну, мы сейчас встречаемся, вот у меня мужчина, да? Мы как бы одногодки. Он старше меня на два с половиной года. Что-то не так пошло. Не, все замечательно. Он как раз-таки на той стадии, когда он еще, ну, молод душой и всем делом, да? Здорово. И уже он взрослый. Это как раз то, что мне нужно было в жизни. Ну, все. Это очень круто. Так, давай тогда. Это был мой вопрос вообще не поэтому. Давай твой еще один, да? Была ли подруга, которая тебе сильно завидовала? И, брат, ты расскажи, как это было. Если нет, то завидовала ли ты, короче? Вот, которая прям, знаешь, тебе в лицо улыбается, но вот есть такое, что она прям вот... Чувствуешь от нее, что она не очень рада твоим победам. То есть, друг, ты не тот, кто с тобой в горсть, тот с тобой в радости тоже может быть. Были такие фейковые друзья? А теперь мы послушаем Лену. У меня тут все... Я таких людей просто убираю. Просто, знаешь, как вот... Я же рассказала в своем вопросе. То есть, человек не мог терпеть, когда что-то получается. Допустим, у меня появился канал. Сначала смеялись надо мной. Она поддерживала меня. Все было хорошо, ла-ла-ла. А потом мы все еще поселили общаться. Почему? Ну, потому что она не может терпеть успех. Это, конечно, не супер успех, да? Но все равно, в отличие от нее, ничего нет. А как проявлялось это вот ее поведение? Ну, это чувствуется на таком уровне атмосферы между... Разговор такой, знаешь? Она смотрела, допустим, какую косметику я пользуюсь. Что ты хочешь себе купить? То есть, ну, не типа я такая дива, на мне нужно равняться. Просто вот она себе как-то вот построила этот... Такой момент, что она вот как бы копировала даже. У меня какая-то фотка. То есть, такую же позу делала. Ну, то есть, такие вот вещи я просто сказала. Ну, не то, что до свидания. Просто перестали общаться. Таких людей, мне кажется, рядом с собой держат. Ты перестала общаться, и она тоже перестала общаться. Ну, да, просто связь не поддерживаешь. Но из-за уважения ее поздравляю, она ее поздравляет. То есть, ну, как вы поняли... Она сейчас, если будет смотреть видео, она поймет, что ты о ней говоришь? Мне кажется, нет. Мне кажется, не поймет. Да? Да, не поймет она. Потому что я много вычеркала из жизни, так сказать. Поэтому я его делала. Немножко неприятно. Видимо, и ей было неприятно с вами находиться. Может, она себя как-то неловко чувствовала, знаешь? Что у нее, что у тебя все хорошо, у нее как-то все хорошо. Да, типа подруги у Ольги Бузовой, знаешь, у нее есть такие подружки там, они с них ходят. Вот, я не знаю, вот это нужно терпеть успех другого человека. Это вот нужно как-то уметь радоваться другого искренне. Ой, ну не знаю. Ну, у меня, у меня не было... Я не чувствовала такое, чтобы прям вот у меня... У меня есть знакомые, которые я чувствовала такое, да? Ну, меня это никогда не парило, как бы, потому что я знаю, что, ну, успешный человек, конечно же, рядом, если у кого-то что-то не получается, ему точно так же хочется. Зависть, она присутствует. Другой момент, как себя ведет рядом человек. Либо он... У него портится настроение, он портит настроение всем, говорит тебе какие-то вещи, которые тебе неприятны, вдохновение забирают. Твой... Либо он тебе говорит, блин, и я так хочу, посоветую, расскажи. Это другое уже, да? То есть, да, там, восхищается искренне, говорит, блин, и это клёво, и это клёмо, и это клёво, а как? То есть, ну, такая... Это тоже, тоже зависть, тоже он хочет так, но это зависть такая, ну, как бы, естественная, ну. И я, конечно же... Я вообще, ну, как бы... У меня зависть, это вообще двигатель всего. Но я никогда не завидую так, чтобы человека ненавидеть. Ничего не чёрный, да. То есть такая белая зависть есть. То есть ты хочешь так же, как, допустим, человек сделать. Ну да, это для меня топливо, я сразу начинаю что-то делать. Да, вот, это круто. А что сидеть просто, говорить про него плохо? Да. Но хотя бывает, бывает, я могу выродиться. Я сразу увижу какую-нибудь успешную такую очень, я такая, ой, что в ней такого, у нее там волосы жидкие. Я ловлю себя на этом, думаю, блин, ну как стрёмно, нормальный волос, нормальная девчонка. Я сразу представляю с ней, что мы с ней подружились или нас кто-то познакомил. Все, у меня же плохо становится, волосы у меня жидкие. У тебя вообще хороший волос, простые длинные. Ну ладно. Нет, ну, короче, я сразу представляю, что нас познакомили, например, вместе, да, и я, ну, как бы, а она такая сидит и говорит, блин, у меня волосы жидкие, прикинь, я комплексую. И что я ей скажу? Я скажу, ты что, дурочка, не парься, у тебя все нормально. И обращу внимание на ее достоинства. Как ты сказала мне? Нет, я с ней подружу. Давай, скажи вопрос. Ты когда-нибудь фоткалась раздетой? Эти фото видела моя мама. Ну, благо ей 40 лет. Кстати, а как ты фоткалась? Сама себя селфи или тебе любимая? Ну, да, типа, нет, такого, ооо, такого не было, просто кидала любимому, так сказать. Вот, ты далеко находишься. Селфи или такая же? Ну, селфи, там, если похудела, то можно и этот, просто в зеркало сфотографом. А так вот, ну, профессионально фоткалась? Нет, я не фоткалась, нет, я не хожу там. И вот мне маму, я вставила свой ноутбук старый, она случайно увидела. Говорю, мам, ты на меня заглядывай, она говорит, я уже видела, там, такой эпик, эпик. Мне было неловко. Ну, что такого-то, я взрослая уже, но... Ну, да. А я фоткалась, и у меня было даже, ну, то есть я когда была молодая, в Москве модельный бизнес, да, ну, вот, одно из такого, были такие топ-лис, допустим, календари снимали. Без прикрытого. Да, и я ничего в этом такого не вижу. Я вообще считаю, что если девушка свободная, и, ну, как бы для меня это нормально, меня этим не удивишь, и я считаю, что это клёво. Если красивая фигура... Если красивая фотография, потом ещё получится тоже. И если ты ещё хочешь её показывать, показывай, радуй глаза всем. Народом. Да. Всем народом. А были ли какие-то моменты в твоей внешности, которые ты хотела бы себе изменить? Бывали такие загоны, прям вот такой период, ты в себе что-то ненавидишь. Вот бывало или такое? Ой, такое, что я не... А, да, что? Ну, такое, иногда. Ой. Иногда была бы кнопочка? Ненавижу, нет. Нет, не то, что ненавидишь. Ну, бывает такой, загон был какой-то вот. Хочу изменить. Да. Что ты хочешь изменить, да. И что? Это давай рассказывай. Ну, во-первых, губы я делала. Угу. Вот. Потому что я люблю пухлые губы, и я их делала. А потом цвет кожи. Я очень люблю смуглых девочек, которые быстро загорают. Поэтому солярий почти не вылазил. Просто это сейчас я не загораю, потому что туаши у меня, да, дядя. Там то, что. Я фарфоровая куколка. Да, фарфоровая. Я проверила. Ресницы там нарастить. Ну, такое. Вот, такое классическая операция какая-нибудь именно. Ты считаешь, что как вот родилась девушка, такая должна быть? Тебе природа все придумывала со мной? Нет, я не считаю так, что природа все продумала. Она не придумала, она не все продумала. Могла и получше. Я сейчас продумаю. Вот. У меня, если ушки появляются на ногах, знаешь, такие вот жировые вот эти вот ушки, то я просто кручу велик. Ну и живот не бесит. То есть такого, что прям вообще ужас-ужас. А так-то ты себя любишь, да? Люблю. Да. Только кожу ненавижу, я за гормоны все обсыпала. Люблю, я себя люблю. Да. Типа можно все изменить, если тебе что-то не устраивает. Да. Просто бери работу над этим, а не плачь там где-нибудь в подушку. Ну можно поплакать, а потом идти работать. Да, потом идти работать. Да, поплакать, я люблю поплакать. Ты любишь плакать? Да, я люблю плакать. Можно в облаке прощаться? Мы сейчас звоним, поплаким. Да, ты же в автобусе начала. Так, ты когда-нибудь гуляла под дождем? Да, было такое. Прям гуляла, не то, что попала, а гуляла, прям кайфовала, вот так руки развела. Я бы хотела, но тогда нет, но я бы хотела. Давай, рассказывай. Это очень круто, нам надо бы погулять вместе. Попадем, да. Это очень круто, особенно, когда это лето, а не холодное, да? И бывало просто такое, что ты попадаешь под дождь, и вместо того, чтобы бегать и думать, ааа, я сам пробокла, я расслабляюсь. Я расслабляюсь, я бегу, я могу разуться. Я даже купалась в Дону под дождем, вода наитеплейшая. Это очень круто, это эмоции, это единение с природой. Короче, кто не пробовал, возьмите. Да, это еще целоваться. Ты что-то не целовалась? Ну, целоваться можно еще, правда, я не помню, что бы целоваться. Просто романтично. И еще хорошо, чтобы были видеооператоры, и ты как раз клип снимаешь. Да, еще такая, типа, в белой майке без левчика. Слушай, я знаю, тебе будет классно. Да. Ну вот, такой вопрос. Ну, это меня интересовало, но, видимо, я уже знаю на него ответ. Был ли мат в кадре, который ты хотела вырезать, как будто бы вырезала, а потом смотришь видео, а там... Или какая-то фраза такая, знаешь? Ну, точнее, не было, но я успела быстренько под конец обрезать. Да? Не, вообще, я не скрываю девчонок, я матерюсь. Нет, а ты что-то такое сказала, прям, что лучше не говорить? Или там что-то сделала, там, в носу почесала, если я не вырезала? Ну, такие вот вещи. Ну, матерки. Ай, я поняла, короче, что ты такое, что ты должна была вырезать, а ты не вырезала. Нет, у меня такого не было, я пересматриваю всегда видео, потому что... Есть такие моменты, что реально лучше... Они не должны попадаться. Какая хорошая расческа. Там пукнула, там... Как это можно вырезать? Такая... Ну, ты что, я не пукаю в кадре? Отрыгнула, например, там, не знаю, высморкалась. Я не говорила про пукать и сказала, какая хорошая расческа, и выкинула. Ну, или так. Не, ну так... Не, ну это специально можно вообще не вырезать, если честно. Давай. Была ли ты за границей? Нет. Вот я почему-то чувствовала, что ты не была за границей. Чтоб мне видно, что ли? Тебе уже 23 года скоро. Не была, да. А куда ты хочешь побоить в настоящий город? В смысле, вот если отдохнуть просто, лежать на пляже, я хочу Дубай. Вот, а если вот именно... А почему Дубай? Не знаю. Просто ощущение. Мне хочется, да, именно там. Там очень красиво, ну, кстати, по кадрам. А так, если бы путешествовать, хочу на Ниагарский водопад. Что-то мне там предложение сделали, Сережа. Он знает об этом? Он знает об этом, да. Вот, но туда... Еще билеты не брал? Нет. Вот, и еще мне нравится голубая лагуна, знаешь, там все голубое такое, на гейзерах, такое место, и там, то есть, как бы, фигня на острове, как-то, голубого света. Фигня на фигня, штучки. Там очень здорово, там 40 градусов вода, то есть, или даже больше, вот, очень здорово. Ну, конечно же, там... Классно, но ты планируешь в ближайшее время поехать? Конечно, да, конечно. Прямо туда? Нет, пока, куда денег? Катаюсь, вот, пока в Египет, там, да? В Турцию. Ну, да, ну, типа, там, Дубай, вот, Турция мы думаем пока, а потом уже, вот, я хочу в Египет. Дубай, Турция. Дубай, ты знаешь, сколько денег туда надо, да? Да, ну, вот, я говорю, если до лета осталось, вот, сколько-то, месяцев, три месяца. Вы собираетесь? Да, вот, куда вот хватит денег, да, и в Калитике. Ну, Дубай, конечно, в Калитике. Ну, да, я в Дубае не была ни разу. А ты где-то была? Я много где была, у меня есть отдельное видео, где я путешествовала, единственное, что я не подкрепила все это фотографиями, мне уже потом говорят, где фотографии? Я думаю, блин, надо было реально. У меня и фотографий много, у меня вообще уже терабайты целые, всех этих жестких дисков, всего. Ну, много где была, там, Франция, Германия, Бельгия. Е-мое. Турция, Египет. Прямо Розу-Решко. Индия, Таиланд, мои любимые. Испания. Ты лучше всех. Я все не хочу. Я лучше всех. В Испании я была два раза, клево, я могу еще раз сюда съездить. Мне бы Россию сказать. Я не патреон. Я вообще жить не хочу в России. Там просто всегда лето, и там все. Я тебе кое-что расскажу за Америку, а девочке вам потом расскажу. Были ли хейтеры, которых хотелось ударить? Прямо мясо прям вот ударить. Были хей... Были хейтеры, которых хотелось убить? Ну да, что-то с ними сделать, прям вот написать ответку, и мне хотелось, потому что хотелось что-то убить их просто. Убить, просто убить. Да. Короче, был один хейтер, который написал мне на почту и написал очень плохо про моего ребенка. Ну то есть такое, что... Про ребенка? Да. Такое, что просто, ну я не знаю, что должно быть человека, это в голове, честно говоря. Но мне сначала первая мысль, мне хотелось просто найти этого человека, это сделать легко. Потом я подумала, что если я его найду, что я могу с ним сделать. А это тоже, это тоже, ну как бы... Пальчики убрали от калориатуры, не пишите ничего плохого. Печально. Потом я подумала, что, ну блин, таких людей на самом деле не один, вполне возможно, невозможно, а точно, этот человек, что-то у него очень плохо внутри, поэтому мне надо немного перемыслить все это дело. И я его отпустила. А у тебя? Ну у меня в основном, меня бесит, когда мне пишут что-то по поводу моей кожи, у меня такой он плюс главный. И когда они не понимают, почему у меня проблемы с ней, и я не понимала, это и ранее понимали в том момент, меня это очень сильно задевало, я плакала. Это потому, что я знаю, что у меня проблемы, и я их решила сейчас более-менее. Я нашла причину. И когда мне писали в комментариях, фу, прыщавая мразь, это очень сильно убивало. Это был даже не один человек, это было их много, их тысячи, моих подписчиков, возможно, которые мне такое писали. Вот это вот было жестко. Это было очень жестко, это прям реально. Единственное, типа дура там, или ты такой нет. Ну а сейчас пишут, а раньше писали, или сейчас тоже пишут? Сейчас пишут, но уже меньше, потому что я уже почти немножко подлежала. А реагируешь как-то? А поначалу я, говорю, плакала. А сейчас? А сейчас? Ну потому что я же вижу, что лучше становится. Я над этим работаю, я нашла причину, я это все делала. Когда была безысходная ситуация, я не знала, что мне делать, у меня лицо просто так покрывалось все, конечно же, мне было плохо. Представляете, девчонки, какие жесткие вообще бывают люди. Они прям давят на комплексы, понимаешь? На комплексы просто, это жестко. Вы бы охренели, кто такое пишет, если вы брали. Столько человек еще пишут, очень много. И вот ты монтируешь там часами, заваливаешь видос, думаешь, что она пишет что-нибудь такое. Нет. Пишут по поводу внешности, это жестко. Вот. А когда пишут по поводу техники, допустим, плохой звук, это уже, мне кажется, нужно воспринимать как такую конструктивную критику, это нужно просто исправить. Так, девочки, я вас познакомила с Леной, ее не обижать. Все мои самые лучшие, мои сердечные, только вот к ней. Хейтеры, только смотреть. Молчат. Ты не говорила, что я командую зрителями, так, быстро подразумеваешься. Так, нельзя обижать таких хороших девочек. Вот. Тебя обижают часто? Меня сложно обидеть. Не, они могут обидеться. Они пытаются даже с имя врачонками колякать. Я, меня обижали немножко, немножко 10% моих зрителей. И я отключила комментарии. Даже не твои, может, зрители-то были. Мне кажется, зрители просто прохожие. Не, вообще, у меня самые лучшие девчонки. Да. Респектохи. У меня вообще такие девчонки, они меня на таком уровне видят, что я сама себя иногда бывает не вижу. И думаю, офигеть они, умы, прикиньте, увидеть. Я всегда говорю, все, что у вас в голове, то вы и увидите. Если видите какую-то какашку вот сейчас. Какая-то века-акашка. Века-акашка, да. А если вы видите такую мега-селену-вселенную, Елену-прекрасную. О, да. О, ник менять. Вы красотки. Да, вы красотки, да. Ну ладно, все, мои крошки, мы познакомились с Леной поближе. Уже наше второе совместное видео. Супер-пупер. Мне девочка очень понравилась, так что я тебе буду за тобой следить за всеми твоими видосами, совсем по-другому. А я за тобой буду следить с квадрокоптером, когда ты раздеваешься. Так, надо будет следить и раздеваться. А я подошлю к тебе, кого-то с камерой. В общем, ссылочку на Лену я оставлю под видео. Да, кстати, я же не сказала в начале видео, что она снимает тоже фикс-прайсы, алиэкспресс снимаешь. Да все я снимаю. Короче, она все снимает практически то же самое, что и у меня, поэтому добро пожаловать, любить и жаловать. С файмером заговорила. Все, ссылка на канал под видео, а мы с вами прощаемся, до следующего видео. Пока-пока! Теперь можно. Может, целуюсь? Да, может, целуюсь. Субтитры сделал DimaTorzok